17 октября в России отмечают День участкового терапевта. Эти специалисты, пожалуй, чаще всего оказываются на передних рубежах системы здравоохранения. Ведь они зачастую первыми ставят диагнозы, оказывают медицинскую помощь, ведут прием в поликлиниках, посещают больных на дому. И сегодня герой нашего сюжета — участковый терапевт. Терапевты — это врачи, с которыми сталкивается каждый человек, начиная с раннего возраста. Именно терапевты приходят на дом по вызову, выясняют причины недуга и определяют, какой из врачей-специалистов сможет помочь в каждом конкретном случае. Они приходят на дом по вызову, диагностируют недуг больного и, определив характер заболевания, принимают решение о дальнейшем лечении амбулаторно или в стационаре. За каждым из терапевтов закреплен определенный территориальный участок, по адресам которого врач и ведет прием, и осуществляет вызовы. Отсюда и слово «участковой». В ведении Анны Александровны — 1700 жителей Пролетарского района Твери. Нагрузка и ответственность нешуточные. 600, где-то 650 вот сейчас уже на данный год мы набрали. Это на диспансерном наблюдении у нас находится по различным группам заболеваний. Гипертония, язвенная болезнь, гастриты, также сахарный диабет. В основном такие категории, которые всегда велись участковыми терапевтами, эти группы. Мы их вызываем на диспансерное наблюдение ежегодно. Кто-то раз в год, кто-то два раза в год приходит. Терапия в переводе с греческого языка означает буквально «уход, лечение». В определенных случаях, спектр которых очень широк, терапевт сам назначает лечение. Таким образом, врачи-терапевты фактически являются начальным и одновременно главным звеном в области оказания первичной медицинской помощи. Обострение хронических недугов все те же ОРВИ. Простудные заболевания диагностируются и лечатся врачами-терапевтами. Анна Александровна дает совет, как не заболеть во время всплеска острых респираторно-вирусных инфекций. Во-первых, проветривать помещение дома. Это даже в подъездах там открывать, как-то рекомендуем, чтобы был свежий воздух. Дома окна, чтобы были приоткрыты, чтобы была проветриваемость в помещении. Почаще гулять, поменьше быть в скучных местах в помещениях. То есть, так сказать, носить маски, чаще мыть руки. Участковый терапевт — это больше, чем врач. Нередко он еще и психолог, и социальный работник в одном лице. Зачастую он знает не только самого пациента, но и всю его семью, а также их жизненные условия и обстоятельства. Именно стараниями участковых врачей реализуется профилактическое направление медицины, диспансеризация, постоянное наблюдение хронических больных, вакцинация. Терпение, внимание и профессионализм терапевта помогают поддерживать здоровье и благополучие наших жителей. Их преданность профессии вызывает глубокое восхищение, а стремление помочь каждому пациенту — тот фундамент, на котором во многом и основывается наше здравоохранение.